Всем привет! Добро пожаловать в обзор новостей сентябрьского проекта Next. Мы продолжаем представлять интересный контент в рамках проекта Next и посвящаем этот эпизод предстоящему обновлению шести героев. Среди них есть пять героев из Эрудитио. Лолита, Лейла, Иксборг, Бруно и Джонсон. А Мия, первый герой в Mobile Legends, получит визуальное обновление. Итак, давайте перейдем ближе к делу. Первое обновление получит Лолита. В ее новом образе есть дополнительные детали, такие как энергетическое ядро Наумена в центре молота. В наряде использованы элементы Эрудитио, чтобы создать стильный образ и подчеркнуть профессию механика. Ее правая рука оснащена новым экзобраслетом для поддержки генератора щита и молота. Говоря о навыках Лолиты, мы улучшаем эффект щита от пассивного навыка, позволяя генерировать несколько щитов для защиты команды. Теперь навык «Рывок» можно применять для перемещения, пока активен щит хранителя. Работа щита хранителя также была изменена. Теперь вместо поглощения снарядов щит отражает их наружу из своего центра. Наконец, ультимейт «Лолиты» теперь оглушает врагов без полной подготовки. Но от ее времени зависит длительность оглушения. Так можно применять ультимейт в качестве быстрого оглушения. Другие жители Эрудитио тоже могут похвастаться обновками. Лейла получила новую технологичную вещицу, которая хранит воспоминания. Узоры на наплечниках Иксборга были обновлены, чтобы лучше соответствовать его личности. Механические ноги Бруно были переработаны и теперь выглядят более высокотехнологично. Форма автомобиля Джонсона получила модификации, чтобы он выглядел более грозным на дороге. Но эти изменения — лишь верхушка айсберга, и игроки могут ожидать еще больше контента от проекта «Некст» в сентябре этого года. Новый Эрудитио столкнется с новым кризисом, и Лейла, и Рейнджеры, и Эрудитио должны будут принять вызов в новых нарядах. В конце концов, после почти семи лет, проведенных вместе с Mobile Legends Band Bank, многие герои стали для нас как старые друзья. Ваша связь с ними является нашим главным стимулом для обновления героев. И вполне логично, что Мия, наша давняя спутница, получает визуальное обновление. На этом мы завершаем эпизод новостей проекта «Некст». Надеемся, что вы ждете сентябрь так же, как и мы. Еще увидимся! До скорых встреч на Землях Рассвета!